Всем привет, снова здравствуйте, 2019 зебра и вот опять же персонаж и продолжаем делать механизму. Механизма нам нужна, механизма всем нужна, так, механизм в этот раз будем делать с руки, ну вот здесь рука мне не очень нравится, сейчас я наверное кисточку подгружу, где у меня руки собраны и посмотрим, что-нибудь выберем. Так, что нам может дать зебрас, лот и где у меня всё находится. Так, всё для зебрас и ищем кисти, так, ещё кисти, кисти рук. Так, вот эта кисть наверное больше подойдёт, её включим, вытянем, так, пардонте. Геометри, the lower и попробуем вот такая кисть, вот с неё будет работаться лучше. Так, её теперь нужно саптулы и сделать сплит, гроуп, сплит, окей. Вот, так, кисть отделилась, модель поделилась, делаем make poly mesh и вот с этой кистью будем уже работать. Посмотреть, что тут с сеткой, весит немного, попробуем её закинуть в скульптис. Но прежде чем закинуть в скульптис, нужно это всё делать так. Так, делить, не делить, не знаю, сейчас посмотрим, прикинем, что-то как. Так, если каждую делать, эта песня будет долгой, значит будем работать наверное со всей рукой сразу, чтобы уже не разбивать, а потом можно уже будет, наверное, подетально это всё дело разрезать. Ну погнали, сохраняем всё это экспорт, рабочий стол, пишем кисть и айда опять скульптис. Добавим тут всяких деталей, а потом уже будем опять в the brush по частям всё это дело собирать. Так, вот мы в скульптис, вот она кисть, ставим её, так, сначала наверное поставим вот этими частями, именно чтобы видеть где изгибы. И сделаем крис, детализацию повысим, интенсивность чуть-чуть уменьшим, размер кисти чуть-чуть тоже, наверное, уменьшить. И вот так всё это дело потихонечку поделить. Вот таким вот образом. Так, низ определили, поработаем теперь вот с этой частью, тоже вот эту часть обводим и выводим вот так аж. Так, теперь вот эту часть делаем вот так. Вот таким вот образом. А эту часть отделяем и делаем вот так вот. Так, нет, так не пойдёт. Давайте вот эту часть немножко задвинем аж на ту сторону. Вот так всё это отделим. Здесь вот так сделаем ровно, здесь чуть на изгиб, здесь делаем вот так, здесь делаем вот так, и вот так. Так, это некрасиво. Ctrl-Z, Ctrl-Z и Ctrl-Z. И теперь попробуем, наверное, сделать ровно, вот так. Увести вот так вот на палец, вот так где-то. Этот палец тоже отделим вот так вот. Ну, это приблизительно. Всё это сейчас будем дорабатывать. Так, что тут у нас есть? И вот эту часть вот сюда вот так. Ну, в принципе, что-то напоминает именно как перчатка. Так, ну и погнали теперь. Так, берём теперь Graph Clay. Ставим кисточку побольше и начинаем именно, наверное, вот с этих пальцев. Вот так всё это дело прибавляем. Так, смотрим с боков. И здесь тоже вот так вот прибавляем. Так, вроде прикольно. Ну и так с каждым пальцем. Жаль, что с рукой нельзя работать симметрично. Вот таким вот образом. Ну вот сбоку уже вид хороший. А здесь вот теперь будем делать вот так вот. Вот таким вот образом. Так, что получается? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Давайте теперь немножко, наверное, всё это подгладим. А потом уже будем моделировать. Колёсико уменьшает, прибавляет. Так, это дело вот так. Это дело тоже загладим. И это дело тоже вот так вот повторим. И здесь подклепим. Так, ну эта часть вроде бы смотрится. Так, вот надо теперь сюда добавить именно как закрылки, что ли. Ну давайте пробовать. Ставим драм, убираем клей. И попробуем вот так вот. Раз. Раз. И будем делать всё это однообразно с каждым пальцем, чтобы уже не сбиваться. Так, и здесь такая штука. Так, это хорошо. Добавляем теперь вот такую деталь. Здесь тоже прибавляем в объёме. И вот здесь вот тоже можно прибавить в объёме. Именно сверху. Так, здесь тоже объём добавить. Вот так. И повторяем всё это с другим пальцем, с каждым. Вот так. Не забываем с боков тоже добавлять. Где-то если вы больше поднакидали, не волнуйтесь. Всё это дело сейчас подберём. Вот так вот. Ну и давайте тут теперь вот эту часть сделаем. Так, а делать её будем тоже вот так вот проводим вдоль. Здесь тоже вдоль костяшки. И здесь вдоль костяшки. И такая же песня тут. Вот так. Что-то в таком духе. А теперь будем флаттеном. Всё это дело теперь кисть прибавляем. И делаем вот так вот. Раз. А здесь делаем чуть впало. И вот здесь вот так бока подрисовываем. Тоже выравниваем. Делаем сплюснутыми. Здесь тоже делаем сплюснутыми. И немножко проводим вниз. Вот так вот. Здесь тоже по центру вниз. По бокам. Здесь тоже вот так. Конечно, проще можно, конечно, на руку собрать. В зебраж уже добавить сразу детали. Но хочется вот именно вот таким вот образом попробовать. Пойдём другим путём. Так. Так. Вот такое дело. Вот такая рука. Теперь граб. Графсайз побольше. Костяшки вот так вот побольше. И тут тоже побольше. И вот там вдалеке тоже. Так. Вот такая рука получилась. Здесь чуть-чуть тоже приподнимаем. Вот так вот. И здесь тоже вот так вот. Вот прикольно уже. И теперь можно всё это дело немного кризом порезать. Так. Так. И вот так вот. Здесь тоже нарезаем, подгоняем. Тут тоже фиксируем, обводим. И вот так вот повторяем всё с каждой частью. Так. Ну и здесь немножко то же самое. Так. Эта часть намечена. Чтобы потом пальцы видеть, давайте поработаем сразу с дальней вот этой частью. Вставим драф клей инверт. И пробуем. Так. Где здесь сделать именно механизм? А механизм пустим, наверное, вот по этой части. Здесь можно будет шланг какой-нибудь пустить. Вот так вот. Делаем в одном стиле робота. С одними приблизительно рисунками. Так. И вот так это тоже здесь делаем. Вот так вот. Так. Ну и немножко всё это дело подгладить. Так. Ctrl-Z. Инверт не забывайте отключать, как я. Всё это дело подгладим. Вот так вот. Теперь вот эту часть можно приподнять. Или дорисовать. Ну, словом. Так. Вот эту, наверное, часть тоже отобьём. Клей инверт. Кисть поменьше. И вот так вот дооформим руку. Без инверта пока, наверное. О, хорошо получается. Вот так вот. И вот от каждой вот этой части, от каждой, сделаем клей. Отключим. Инверт включим. И попробуем вот так вот сделать. Так. Вот так. Вот так. И немножко вот так вот. Вот что-то в таком духе. И здесь можно будет пустить потом шланги. Вот так. Ну, здесь вот хочу, наверное, сделать больше впадину. Сделаем побольше кисть. И делаем вот такую вот штуку. Так. И тут такую же. Вот так вот. Теперь эту штуку клейм оформим. Так. А клейм, наверное, оформим побольше кисть. Инверт отключим. Вот так вот ставим. Нет. Инверт включим. И вот так это кисть уменьшим. Вот так вот. И вот так всё это дело здесь чуть-чуть ещё проработаем. Края уменьшим. Вот так вот. И немножко в глубине, да, делаем вот этот внешний вид. Так. Ну, ничего уже так прикольненько. Живо. Что ещё? Ну, можно вот здесь вот на запястье, вот здесь, давайте добавим, как и на локте, побольше ставим размер кисти, подгоняем. И вот здесь так. Инверт отключаем. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И вот так всё это дело. Наращиваем. Вот. Вот так. И вот здесь. Вот таким вот образом. Так, побольше надо. Во. Теперь эту кисть можно немножко сузить. Вот так. Совсем немножко. Потому что она должна тоньше быть. Потому что там у нас тоже тоньше. А вот здесь давайте теперь порежем тоже. Клеем. Инверт. Кисть теперь поменьше. Интенсивность побольше. Вот так выставляем по размеру. И вот так это всё дело. Потихонечку будем моделировать. Вот так вот. Вот таким вот образом. Чтобы именно рука походила на сборные части. Где-то глубже. Вот так где-то меньше. Так. Вот таким вот образом. Всё. Мягенькие переходы. Так. Вот эту часть не трогаем. А просто её как и в прошлый раз отделим вот этой прорезью. Типа это составная часть. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну и в принципе если будет желание можно это всё будет потом вырезать обрезать чтобы потом уже ничего не мешалось. Так. Теперь опять же оформляем более-менее ровно вот эти вот все детальки. Вот так вот. Так. Здесь делаем немножко вот так вот. Здесь тоже вот так вот чуть-чуть это дело полукругом оформляем. Так. Здесь надо уже немножко поравнять чтобы было ровное. Вот так чуть-чуть залазьте на края чтобы вот именно наплывы были как будто там полукруглое а здесь вот именно в таком духе всё. Ну и опять же подрезочку. Можно подрезку делать я уже объяснял вот под разными углами и получается вы вот эту вот кисть вот где вот это всё можете отделить и будет вид как будто это уже выпуклая часть. Так. вот так всё это дело делается. Прикольно. Так. Теперь это можно прорезать и вот эту часть по традиции здесь вот будет у нас сейчас подсоединение шлангов. Ставим клей инверт инверт вот так включаем и не залазя так инверт включаем пардон контрол Z и вот так всё это делаем до оформляем вот так вот полукругом центра убираем вот так вот теперь всё это выглаживаем желательно получше и будет всё прикольно. Вот такая будет у нас механизма. Теперь добавляем опять же наверное без клей только побольше вот так вот шишку так и эту шишку немножко вот так вот сглаживаем выравниваем вот так вот а теперь поверху клей проходим больше ставим диаметр вот так вот 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 таким образом а вот эту часть чуть-чуть грабом вот так вот подтянем о уже что-то уже как-то так здесь теперь немножко подкорректируем подровняем вот этот бок чтобы он у нас был именно как заводской вот так это все делаем здесь теперь делаем вот так и вот это все теперь выравниваем именно сглаживанием и проводим кризом вот так под углом выравниваем вот эту полосу и заводим ее вот сюда вот так так это все хорошо теперь надо разобраться дальше с пальцами так в принципе вот этот механизм меня устраивает вот такая вот вот такой внешний вид чуть-чуть тут можно подкорректировать единственное что хотелось бы с этими пальцами разобраться по-другому так ставим теперь клей меньше размер кисти и вот так вот все это дело каждый палец наверное придется делать так вот так вверх проводим вот так немножко вот здесь вот так вот выравниваем теперь с помощью клей кисть поменьше и вот так это все вот так вот таким вот образом а эту часть чуть-чуть наверное вниз вот так вот и чуть-чуть пухлее сделать вот так вот так теперь проходим флаттеном вот чуть-чуть ее выглаживаем ставим бока ну и немножко наверное подрезочку так рис и вот так вот все это дело вот так вот здесь чуть-чуть выбираем вот так и грабом вот такая штукенция получается чуть-чуть даже потоньше и немножко вот сюда вот так вот вот так выглаживаем вот такая штука получится так ну и повторяем все это с другими пальцами сразу то наметаем раз он получился где-то вот так вот так все это наметаем вот таким вот образом и повторяем тут тоже вот так же раз так есть такое дело и теперь каждый палец вот такая работенка она интересная но вы видите что время это занимает хотелось бы показать полностью как это что не знаю по времени получится нет так и тут чуть-чуть приподнимаем приподнимаем и вот этот палец тоже смотрим сбоку вроде классно и теперь все это дело вот так вот выравниваем выравниваем вот так вот все это можно в зебраж конечно потом заменить следующими деталями сделанными именно там ну вот хочу собрать модель полностью из скульптор из изображ вот так вот костяшки вот так и здесь чуть-чуть корректировка вот так так здесь теперь чуть-чуть подминаем здесь чуть-чуть выпирает пусть тут тоже чуть-чуть выпирает так что тут с этим пальцем чуть-чуть приподнять и выпуклый сделать ну и теперь клей инверт так поменьше теперь ставим кисть и вот так все это дело преображаем вот так вот так теперь вот эту часть наверное тоже отделим кризом вот так вот таким образом чтоб пальцы оказались потоньше вот такие стыковки чтоб были и можно их было если желание появится разрезать именно по этим частям и оставить вставить туда какие-нибудь железки вот так вот вот так немножко тут подберем немножко вот тут немножко вот так и вот так вот каждую часть вставка так что-то в таком духе все прикольно кое-что можно поднабросать уже будет забрать так ctrl z толсто делать не надо и вот так это дело чуть-чуть в эту сторону так теперь вот эти все детали наверно подрихтуем вот так так он уже инверт отключаем и вот так все это дело с боков подглаживаем так теперь флата нам побольше кисть и вот так вот растяжки преобразить надо чуть-чуть приподнять сильно не надо на принципе дать внешний вид вот так здесь можно поставить какие-нибудь гайки потом болты так это есть такое дело смотрим с боков ну можно вот тут еще правда взыграть можно вычесть ну давайте здесь клей инверт кисть чуть побольше и вот так вот оставим место именно для шланга вот так вот и пару штук тоже здесь добавим вдруг пригодятся так ну и вот сюда наверно тоже так сюда с этой стороны не надо делать так еще одно чудо добавим так вот этот палец оставим именно вот в таком наверно виде сейчас чуть-чуть его тоже клеем пообработаем клей инверт и вот так поменьше делаем вот таким вот образом в принципе любая ваша фантазия как вы хотите привязываться какой-нибудь модели из интернета или нет это уже вам решать полностью делайте свою я так думаю а потом если что-то уже где-то можно до добавить уже из других источников варианты так и у здесь тоже надо отбить тоже поменьше теперь ставим кисть еще поменьше и вот так так ну а а вот сюда наверно добавим как липучки тоже поставим больше кисть и опять же клеем вот так вот номер три кое-где дорежем кое-где добавим надеюсь вам это все видно тут вот такая вот здесь трубки подсоединятся какие-нибудь такие запясть входящие потом здесь будет крепеж здесь будут шланги здесь будут короче как форсунки стоять такие типа для смазки или как нибудь придумается и вот вот отсюда вот сюда будет именно такая как не знаю дуга такая ну потом посмотрим так здесь чуть-чуть все всем пока до свидания ноги ноги делать наверное я не буду уже сразу будем наверное переходить к ступням или еще как-нибудь или попробую сделать наверное напишите стоит делать просто однообразное видео будет если стоит я буду делать тогда уже ноги все всем пока до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...